Семья – это наш оберег, защита и место, где мы чувствуем себя счастливыми, особенно если мы создали ее с правильным человеком и сами стали любящими. Семья – это самое главное, что есть в нашей жизни, ведь именно в ней мы или растем, или деградируем. Общество и целые страны начинаются именно с семьи. 8 июля по всей стране отметили прекрасный праздник – День Семьи, Любви и Верности. В преддверии этого дня глава Кашхабрского сельского поселения Хазрет Борсов и ведущий специалист администрации Зураб Тауф поздравили семьи, которые живут в мире и согласии не один десяток лет. Первой была семья Геннадия и Надежды Богатыревых. Уважаемые Геннадий Алексеевич и Надежда Ивановна, администрация муцепанного образования Кашхабрское сельское поселение в лице Хазрета Борсова и всех жителей аула Кашхабря поздравляем вас с завтрашним праздником. Завтра День Семьи, Любви и Верности. Завтра у нас такой прекрасный светлый праздник – День Семьи, Любви и Верности. У вас лебеди там верные сидят, поэтому… Поэтому мы верные. Да, поэтому вы самые верные, поэтому мы сегодня и у вас. Поздравляю еще раз, хочу вас поздравить, потому что пример для молодых людей, которые создают семью, хотят жить – это важно. Для нас и для государства без семьи ничего не может быть, все начинается с семьи. Поэтому, Иван Алексеевич, Надежда Ивановна, большое вам спасибо за воспитание ваших сыновей, внуков, дочерей, мы их всех знаем. Поэтому я вам пожелаю крепкого здоровья, крепкого здоровья, чтобы вы еще долго-долго украшали наш аул и жили долго в Адамову. Спасибо вам большое. И поздравительный адрес – это вам всем. Затем побеседовали с хранительницей домашнего очага Надеждой Ивановной. В 61-м году как поженились, вот считай, сколько, 56 лет, да? Как-то вот промелькнули все эти года, никогда не задумывалась. А потом думаю, а сколько ж у нас лет? Господи, столько это ужас. А вообще помните ваше первое знакомство? Он учился в сельхозе в Ставрополе, я там жила, познакомились. Поженились. Закончил он институт, я работала уже. Ой, как тебе сказать, направление Ставрополье. Поехали, там работали. Потом Краснодарский край и третье место – это вот Адыгея. И как давно вы живете в Кашихабле? В 69-м году мы сюда переехали. Вот пусть 70-й год, да. В этот же день побывали в гостях и замечательные семьи Руслана и Аминат Кардановых, которые понимают друг друга буквально с полуслова. Уважаемый Руслан Хасанович и Аминат Аркадьевна, администрация муниципальной образованной Кашхабле-Скосейское поселение искренне и сердечно поздравляет вас с днем семьи, любви и верности. Жизнь любого человека начинается с семьи, где происходит его формирование как личности, семья, забота, взаимное уважение. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и процветание, крепкого здоровья вам и вашим близким. С уважением, глава администрации, форсов Хазарит Газаилович. Хазарит, включите, пожалуйста, Александр Газаилович. Нас встретила дружная и большая семья. Глядя на них, на то, как они общаются между собой, чувствуется уважение, взаимопонимание и, конечно же, любовь, которая царит в их доме. Воспользовавшись случаем, мы задали пару вопросов главе семейства Руслану Хасановичу и его супруге Аминат Аркадьевне. Сколько лет вы уже вместе? Сколько лет? 38 лет. Помните ли вы свою первую встречу? Конечно, помню. Ну, пусть она расскажет и хочет. Детали не будем вдаваться, она была 38 лет назад. Итог, видите, сегодняшний. Какие качества вы цените друг в друге? Преданность, взаимоуважение, естественно, любовь. А я ценю, чтобы побольше детей и хорошее воспитание этих деток. За время совместной жизни у вас наверняка возникали какие-либо трудности? Как вы их преодолевали? Трудности всегда возникают везде, потому что родить и воспитать ребенка – это не так просто. Поэтому не все на себя берут ответственность, например, завести детей, завести семью. К сожалению, это часто и густо бывает. Одному легче всего прожить. Но когда ты заводишь детей, живешь вместе с ними, воспитываешь, растешь вместе с ними – это доставляет огромное удовольствие. Поэтому трудности, которые были, мы забыли, потому что дети выросли, вы всех их видите. Значит, каждый нашел свое место в жизни. Все закончили университет. Есть у меня дети, которые, Зарочка, например, моя, закончила университет, защитила кандидатскую, являются кандидатом экономических наук. Двое моих ребят – Асланчик и Муратик – закончили университет тоже с красным дипломом. Трое детей из шестерых закончили школу с медалью. Поэтому я, например, доволен. Теперь у меня шестеро детей и шестеро внуков. Ну, считаю, внуков маловато на сегодня. Но все еще впереди. Поэтому я считаю, что чем больше детей в семье, они друг друга воспитывают, общаются, друг с другом живут. Поэтому друг у друга набирают какой-то жизненный опыт тоже. Поэтому чем больше детей, тем легче с ними и жить, и воспитывать их. Я так считаю. Есть такое выражение – семейная жизнь может быть и никогда не бывать сплошным праздником. Уметь делить не только радости, но и горе, беду, несчастье. Руслан Карданов полностью поддерживает сущность этих слов. Вот у вас большая дружная семья. В то время были совсем другие условия. Тяжело ли было поднимать шестеро детей? Знаете, у меня в семье нас было четверо. Родители в те времена, все люди были не очень богатые. Но все мы четверо получили высшее образование. Тяжело было им. Было тяжело. Но они сделали все для того, чтобы каждый из нас получил высшее образование, потому что знали, что без образования жизнь не может продолжаться дальше. Если сравнивать себя с ними, то мы жили, вот и Хазрет подтвердит, и люди подтвердят, что самое лучшее время мы попали, когда мы в советское время, когда в Советском Союзе были определенные блага для семьи, для детей. Поэтому я считаю, что нам не было трудно. Просто каждый человек, когда рождают детей, он должен на себя взять ответственность и за детей, и за себя. Поэтому мы взяли такую ответственность, родили шестерых, чего желаем и другим, чтобы они последовали нашему примеру. Вот все ваши дети уже встали на свой путь, выбрали свой путь. У каждого из них есть свои достижения. Вы довольны ими или хотите еще больше для них? Ну, человек не должен останавливаться на каком-то достигнутом этапе. И они считают, что, я не скажу, что они всем довольны, они тоже стремятся, каждый человек должен расти. Я считаю, что в этом плане они самосовершенствуются. Вот Зарочка моя часто едет в Москву в командировку. Другие дети там квалификацию повышают свою. Поэтому я считаю, что совершенству нет предела. Поэтому и дети в этом плане, я считаю, правильную политику занимают, работают над собой. В решении каких-то семейных вопросов вы прислушиваетесь к мнению друг друга? Или решает кто-то один? Ну, я не знаю, один или нет, но должен сказать, что, конечно, и прислушиваемся к мнению, потому что мы-то живем не один год вместе, а живем много лет. Опыт у нас определенный жизненный есть. Я, например, считаю, что женщина в кое-каких вопросах лучше понимает ситуацию, которая расположилась, например, в данный момент, каких-то я. Ну, естественно, итог этого я подвожу, конечно. Ну, совет у нас есть. Главный замысел и цель семейной жизни – это воспитание детей, считает глава семейства. В наше время сейчас многие молодые семьи разбудятся. Вот с вашим опытом жизни, что бы вы могли пожелать, чтобы они сохранили семью? Ну, что я могу пожелать? Ну, во-первых, я уже как-то говорил, что молодые люди сейчас на себя не берут такую большую ответственность. Легче всего одному самому прожить. Легче всего, например, не брать на себя ответственность и просто, ну, сделать так, чтобы тебе было хорошо. Поэтому в первую очередь это надо на себя взять ответственность. Раз ты создал семью, естественно, ты должен знать, что эту семью ты должен обеспечить всем необходимым. Без этого, конечно, невозможно и детей воспитывать. Поэтому я считаю, что, во-первых, не надо терять присутствие духа, а надо стараться. И для того, чтобы жить сегодня тоже все условия есть. В конце концов, не все бизнесменами рождаются. Но для того, чтобы воспитывать своих детей, любая работа, я считаю, престижная. Потому что воспитывать своих детей, кормить, не оставлять их голодными – это задача отца, в первую очередь. Ну, и мамы по стопку большую. Поэтому не надо очураться никакой работы. Тот, кто ленится, кто не хочет, естественно, как только какие-то трудности возникают, тот сразу разводится, разбегается. К сожалению, это часто и густо, тем более нас, адыгов, очень мало. Не хотелось бы, чтобы... Я статистику вообще посмотрел в последнее время по адыгее. Количество разводов и смертей. Ну, разница колоссальная, очень удручающая. Хотелось бы, чтобы молодые никого не слушались, дерзали, жили, рожали детей. Это важно. День семьи, любви и верности. Что бы вы могли пожелать друг другу? Ну, пусть она пожелает, я уже пожелал. Ну что, молодым хочу пожелать терпения, мудрости, нам здоровья, ну, мира благополучия, достатка в доме. Сегодня день семьи. Вообще-то, каждый день это день семьи. Хочешь, не хочешь. Без семьи не бывает государства. Поэтому жителям нашего маленького красивого аула всего Кашхабрского района и всей адыгеи я хочу тоже пожелать добра. Я хочу пожелать детям счастья, здоровья, чтобы те планы, которые они вот все-таки планы какие-то определенные строят, чтобы они все сбылись, чтобы ничего не боялись, чтобы относились друг к другу прекрасно, чтобы те, кто не женился, женился. Самое главное, ребята, чтобы были пошустрее и девочки, чтобы вышли. И чтобы у нас в Адыге было еще больше и больше семей счастливых и богатых. И пожелать руководству нашего аула Азрету, Зурабу, всем ребятам и нашему Кашхабрскому телевидению и газете нашей Кашхабрской вести больших успехов, добра. Читаем вашу газету, смотрим телевидение. Все, что в районе происходит, мы узнаем, так сказать, со страниц ваших газет и телевидения. Поэтому вам тоже успехов и в работе, и в жизни личной тоже. Естественно, мы решили пообщаться и с другими членами этой прекрасной семьи. Зар, являются ли для тебя твои родители примером для подражания? Конечно, являются, так как вы сами видели и видите, сколько нас детей, сколько внуков. Конечно, воспитывали нас очень тяжело, но воспитывали в любви, взаимопонимании. Нас воспитали так, что мы не оставляли никогда никого. Мы, как говорил наш папа, все время и говорит, когда его все время спрашивали, как вы воспитываете своих детей, он просто один раз сказал, коротко и ясно, в любви. Было очень тяжело, были и трудности свои, и сложности, и радости, как и в любой семье. Но, естественно, для меня моя семья – это самый главный и крепкий тыл в жизни каждого человека, естественно, но и для меня тоже. Считаешь ли ты себя похожей на кого-то из них? Может, на папу больше или на маму? Ну, в принципе, папа, как глава семейства, многие, я думаю, основные черты и основополагающие моменты вложил в нас. Стержни являются у нас в плане человечности крепкими, потому что, опять же, есть взаимопомощь, взаимовыгода, любовь самое главное. И я как бы за свое воспитание и за свое отношение, как и наши все, я думаю, вообще не переживаю в этом плане. В такой прекрасный праздник, как День семьи, любви и верности, что бы ты могла пожелать своим родителям и вообще другим семьям? В первую очередь я хочу пожелать всем здоровья, в лице своих родителей долгих лет жизни всем нашим старшим. Я, опять же, наверное, повторюсь, потому что семья – это самый главный, крепкий, важный тыл в жизни каждого человека. Хочу пожелать, так же, как мой отец сказал, чтобы побольше семей создавалось, долгой красивой жизни моим, вот невесткам с братьями моими, чтобы каждый исполнил все, что он задумал в этой жизни, поскорее осуществил все свои мечты. Зам, как давно ты живешь в семье Кардановых? Ну, в сентябре будет уже пять лет. За пять лет что ты видела в этой семье? Какое отношение было между ними и вообще к невесткам? Ну, за пять лет ничего не поменялось. Как в первый день я поняла, что здесь все люди очень добрые, что только любовь тут меня может ждать. Ничего за пять лет не поменялось, вот честно. То есть меня как приняли, как дочку, как девочки, мне относились как к сестре. Я никогда не чувствовала, что я невестка, что я что-то должна. Все очень с любовью, пониманием, заботой. Честно говоря, меня все мои родственники пугали. Как это у тебя будет три заловки, ты не боишься? Это самое лучшее, что со мной могло случиться. То есть это столько поддержки, они друг друга так поддерживают, они за все друг друга благодарят. То есть если вы этого не видели, это сложно понять, потому что я еще такого не встречала. Они друг другу благодарят за такие мелочи, за которые люди обычно забывают говорить спасибо. А это вот очень важно для поддержания гармонии в семье. Я считаю, это очень важно. Ты считаешь своего свекра и свекровь вторыми родителями? Да, уже точно, да. Что бы ты им могла пожелать в этот праздник? Я им могла бы пожелать еще долгих лет жизни, чтобы они увидели своих правнуков. У нас есть старшие внуки. То есть это вполне возможно. Чтобы нас с каждым годом становилось здесь все больше. Чтобы именно получалось выбираться дружной компанией. Не группками, а вот как сегодня, чтобы все вместе всегда приезжали. И вот все праздники, ну как и в предыдущие годы, продолжали встречать все вместе. Что бы вы могли пожелать своим дедушке и бабушке? Здоровье, счастье, чтобы много жили, и они были счастливы. Здоровье. Вы их любите, да? Да. Очень сильно. Часто к ним приезжаете? Да. И в заключении в этот замечательный праздник хочется пожелать всем семьям мира, благополучия, взаимопонимания и достатка. Субтитры сделал DimaTorzok